Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками, скульпторами Ганс Эрни. Швейцарский художник, скульптор известен росписью стен, цветными литографиями, гобелинами, произведениями из керамики, графикой для почтовых марок. Родился в Люцерне в семье машиниста-парохода, начальное образование получил в школе, готовился быть землемером. Однако отверг этот намеренно, чтобы стать чертежником на строительном предприятии. Обучался в училище декоративно-прикладного искусства в Люцерне. Жил в Париже, где некоторое время учился в Академии Жулиана. Затем уехал в Берлин, учился в Государственном училище свободных и прикладных искусств. Германия стояла на пороге нацизма, поэтому он покинул Берлин, где столкнулся с непонятными его политическими проблемами, далекими от искусства. Вернулся в Люцерн, часто приезжал в Париж, где вовлекся в водоворот творческой жизни, изучал произведения старых мастеров, учился на работах современных художников, не похожих на происшественников XVI-XVIII веков. Данные я беру из Википедии. Эрни начал участвовать в выставках с 1933 года. Большое влияние на художника оказало творчество Пикассо, Жоржа Брака, произведение абстракционистом, ну а позднее сюрреалистом. Ганс увлекался чертежами, машинами, механизмами. Эрни пробовал включать в свои произведения технические схемы, геометрические фигуры. Молодого Эрни окал свое влияние произведения Сальвадора Дали и Ива Танги. Эрни был на войне водителем и художником камуфляжа, однако не забросил творчество. Разначированность в человеческом обществе привела его к написанию пейзажа. Он рисовал суровые величественные Альпы, но без людей и следов их пребывания. На картинах этого периода преобладает пустынность. К этому периоду относятся плакаты Эрни, иллюстрации, книгам. В 1945 году он получил заказ на стенопись павильона машин, базельская промышленная выставка, темпера на стене. Среди книжных иллюстраций выделяется работа для сборника «Каневашини. Человеческий труд на протяжении веков». 1943 год. Во Франции Жан-Люрса возобновил производство габелленов. Свои картоны габелленом создал и Ганс Эрни. Он расширил тематику габелленов и добавил как новые темы, так и новые средства выразительности образов. Пробовал свои силы в производстве художественной керамики. Создавал эскизы почтовых марок. Известен как мастер цветной литографии. Создал целые циклы работы, объединенные темами человек и творчества, человек и животные, человеческая любовь, красота женщины, молодость животных. Технику цветной литографии Ганс Эрни использовал и для иллюстрации книг. Не оставлял экспериментов в технике черно-белой литографии. Ганс Эрни не принадлежал коммунистической партии или другой партии левого толка, но симпатизировал этим партиям. Создал плакат в честь культурных связей Швейцарии и СССР. Отошел от приверженности к коммунистическим идеям после введения советских войск в Венгрию в 1956 году. В произведении Ганса Эрни долго не покупали государственные музеи на родине. В сентябре 1979 года музей транспорта в Люцерни выделил экспозиционные площадки, где был создан музей Ганса Эрни. Был дважды женат. Первая жена умерла в 1948 году от первого брака дочь Симона Эрни. Через год в 1949 году женился на секретарше Дорис Кеслер. У них родились две дочери и сын. Одна из дочерей умерла в семилетнем возрасте от лейкемии. Ганс Эрни умер 21 марта 2015 года в клинике святой Анны в Люцерни. По некоторым другим данным, как здесь написано, скончался в 1978 году. Такой разброс. Ну, собственно говоря, вот и все, что мне удалось найти о швейцарском художнике-скульпторе, который известен росписью стен, цветными литографиями габелирными, произведениями из керамики, графики для почтовых марок Ганс Эрни. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.